МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Киеве сегодня праздновали годовщину Крещения Руси. Десятки тысяч участников крестного хода добрались до центра столицы и провели молебен на Владимирской горке. Как все прошло, видели наши корреспонденты. Центр Киева. От Подола до Майдана движение для машин перекрыто. Для верующих дорога открыта. Они идут пешком. На пути пожарные машины, скорые, полиция, иноцгвардия. Еще сетки и рамки металлоискателей. Правоохранители смотрят сумки. Уверяют, пускают всех. Паспорт необовязковый. Главное, чтобы не было забороненных вещей. Люди собираются на Владимирской горке с самого утра. Повышенные меры безопасности их не останавливают. Это все правильно сделали, чтобы не было никаких провокаций. Тихо, спокойно, мирно. Так и должно быть. Приехали защитить весь народ от войны, чтобы люди жили мирно. За мир, за любовь, за единую Украину. Ближе к полудню на Европейской площади соединяются две колонны. Крестный ход с запада и востока страны из Почаева и Святогорска. За полмесяца участники прошли 500 и 700 километров. Соответственно, по Киеву ехали на автобусах, так договорились с правоохранителями. Теперь последние шаги поднимаются на Владимирскую горку пешком. Радость духовная такая, что весь мир обнял бы. 150 первый был, потом второй 150. С перерывами. Километров, да? Молебен собирает людей из разных уголков страны. Здесь десятки тысяч верующих. Вот как встречают участников крестного хода. Мы сегодня собрались для того, чтобы тут, у этого памятника, помолиться святому князову Володимиру, чтобы он выпросил для нас, у Бога, благословение, чтобы у нас, на нашей украинской земле, по новому мир. Молитва о мире длится почти час. Господи Бога молим! Молятся вместе священники, обычные верующие политики. И вчера, и сегодня, и Министерство внутренних дел, и СБУ сработали очень четко. Не было никаких, видите, столкновений, никаких провокаций. Крестный ход верующие люди показали, что молитва может победить все. Это великий праздник. Мы видели абсолютно мирную, добрую акцию. Очень важно, что пришли люди из востока и запада страны. Это единение, это единый порыв, это нацеление нас на добро. И все молитвы, которые звучали сегодня, это были молитвы о мире. Мы должны всегда помнить о своих православных праздниках, их отмечать. Потому что эти праздники, они нацеливают людей на добро, на созидание, на мир. Сильную жару выдерживают не все. Некоторым понадобилась медицинская помощь из-за высокого давления. Впрочем, сам молебен проходит спокойно, без провокации. Крестный ход после Владимирской горки направляется в Киево-Печерскую лавру. Елена Зурина, Ярослав Кречко, Иван Ермаков и Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Сейчас участники крестного хода в Киево-Печерской лавре. Там работает мой коллега Ярослав Кречко. Он с нами на связи. Ярослав, я тебя приветствую и передаю слово. Добрый вечер, Алексей. Примерно час назад на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры закончилось богослужение. Тем не менее, сейчас здесь много еще верующих, а вокруг лавры достаточно правоохранителей. В целом, для обеспечения порядка во время крестного хода было задействовано около 5000 правоохранителей. Как нам сообщила глава нацполиции Хатия Деканаидзе, которую мы здесь тоже видели, все прошло мирно и спокойно. На маршруте шествия случались словесные перепалки, но не более того. Таких серьезных правонарушений не было. Все люди, которые выглядели подозреваемо или говорили что-то неприличное, да, с такими людьми полиция работала. Еще днем четырех добровольцев батальона Сич, которые пытались пройти на молебень на Владимирской горке, туда не пустили. Об этом сообщили в Нацгвардии. И это, пожалуй, единственный подобный экстез. В общем, если говорить об атмосфере здесь, в лавре и вокруг, то она спокойная. Многие верующие останутся на ночлег в монастыре, а некоторые уже понемногу разъезжаются. Алексей. Спасибо, коллега. На связи с подробностями из Киво-Печерской лавры был Ярослав Кречко. Крестный ход показал, что его цели поддерживает вся страна. Об этом заявили в партии «Оппозиционный блок». Отметили, что массовое участие людей в крестном ходе стало демонстрацией реальных настроений украинского общества. В заявлении «Политсила», опубликованном на ее сайте, говорится, сотни тысяч человек из всех регионов Украины в течение трех недель участвовали в шествиях крестного хода. Они преодолели сотни километров ради того, чтобы с молитвой продемонстрировать свое стремление к миру и единству страны. Вместе молиться о прекращении войны, возвращении покоя и стабильности в Украину. Конец цитаты. Обыски на Херсонском судостроительном заводе продолжаются. Если на прошлой неделе с подозрением в терроризме на предприятие приходили сотрудники СБУ, то сегодня явились сотрудники прокуратуры. Как написал на своей странице в фейсбуке Евгений Загорулько, это глава департамента по связям с общественностью Smart Meritime Group, в которую входит судостроительный, обыски проводятся в рамках уголовного производства по ряду предприятий, контрагентов компаний, которые перевозят лес и используют перевалку Херсонского судостроительного завода. По словам Василия Федина, гендиректора компании Smart Meritime Group, все документы, которые требуют правоохранители, предоставляются. Но такие действия препятствуют нормальной работе предприятия. Причина пристального внимания со стороны правоохранителей, уверен гендиректор, в политике. Ведь бенефициаром Smart Holdings является один из лидеров оппозиционного блока Вадим Новинский. Когда власть сегодня говорит о том, что основная цель сегодня это создать инвестиционно привлекательные условия для бизнеса, то это декларации. А по факту мы видим то, что такими действиями прокуратура, СБУ, действующая власть блокируют работу работающего предприятия, это давление на оппозицию. Никто же не проверяет сегодня предприятия провластных партий. Все проверяют оппозицию, потому что мы говорим то, что есть на самом деле. На раздорожье. Кому же все-таки достанутся тысячи гектаров леса под Киевом? Подельникам Януковича или государству? Прокуратура опровергла информацию о том, что сыну экс-генпрокурора Виктора Пшонке Артему, а также бывшему главе НБУ Сергею Арбузову суд вернул охотничьи угодья. Где же правда? Разбиралась Елена Митясова. Тысячи гектаров охотничьих угодий. Домик у озера еще несколько срубов подальше с бассейнами и банями. Для хозяина и гостей все это скрыто от посторонних глаз чаще леса и принадлежит одному человеку, сыну экс-генпрокурора Виктора Пшонке Артему Пшонке. Лесной участок в аренду. Он, крестник Януковича, бывший нардеп и еще по совместительству мультимиллиардер получил в 2011 на 25 лет. Правда, природными благами попользоваться толком не успел. Спустя три года бежал с подельниками экс-президента из страны. Прокуратура начала процесс возвращения угодий в госсобственность. А вчера, ошеломляющая новость, истекли сроки исковой давности. Апелляционный ход суд Киева отказал правоохранителям возвращение леса государству. Ссылки на то, что закончились сроки давности на подачу подобных исков, ну, это в определенной степени лукавство, потому что, согласно нашего украинского законодательства, такой процессуальный срок, как срок давности, он может быть судом восстановлен при наличии надлежащих причин. Не удалось якобы вернуть и лес, который принадлежит семье Арбузова. 18 гектаров под Киевом бывший банкир получил в аренду на 49 лет от облгосадминистрации. Документы оформил на отца Геннадия Арбузова. Вырубал там деревья, территорию обнес железобетонным забором, но, как оказалось в ходе судебных разбирательств, все правомерно. Разрешение на работы ему дал сам лесхоз. Когда лесные кварталы в огромных количествах за небольшие деньги арендуют на 49 лет, наверное, это можно называть скрытой приватизацией. Что нельзя делать при аренде вот такого лесного квартала? Там категорически нельзя строить ничего на фундаментах. Там допускаются только временные постройки. Прокуратура распространенную СМИ информацию о возвращении леса Арбузова у Пшенки опровергла. Правда, ограничились только комментарием на сайте. Сообщают, никаких решений по этим скандальным земельным участкам суд пока не выносил. Заседания назначены на сентябрь. Елена Митясова, Вячеслав Роло. Подробности телеканал Интер. Дело беркутовцев. В сети появились имена тех, кто помог расстрельной бригаде спецподразделения бежать из страны. Так кому ведет кровавый след преступлений на Майдане? Подробнее Олег Решетняк. Вот если накануне в генпрокуратуре не назвали имена руководителя организации ветеранов войны в Афганистане, никто кроме нас, якобы помогавших беркутовцам бежать из страны после расстрела на Майдане, то сегодня в интернете появились их фамилии. Их опубликовал на своей странице в фейсбуке нардеп от БПП Владимир Арьев и даже добавил их фотографии. Это Александр Ковалев, лидер организации ветеранов-афганцев и некий Чабичко без указания его должности. По словам нардепа, эти люди непосредственно участвовали в организации бегства беркутовцев. Мы связались с активистами организации, никто кроме нас, Юрием Сленевчуком, и он нам подтвердил, их лидер действительно получил подозрение в сокрытии преступления. На одной из фотографий, опубликованной нардепом Арьевым, якобы Александр Ковалев, фото черно-белое, сделано возле захваченной боевиками Донецкой облгосадминистрации весной 2014 года, на фоне баррикад, вот как в организации комментируют это фото. У нас есть одно из элитных подразделений в Украине, и сюда нужно обратиться с этим вопросом. Там ли там же Иванович помогал для этого элитного подразделения. Я его, к сожалению, назвать не могу, вы понимаете, да. Владимир Арьев в своем посте также допустил, что под видом майдановцев подозреваемые играли на руку тогдашнему главе МВД Виталию Захарченко. Ну правда ли, что именно Александру Королеву ГПУ вручила подозрение, ведомстве сегодня не комментируют. Ну всего, по информации адвоката Небесной сотни Романа Маселко, 16 беркутовцев за день до их задержания смогли сбежать за границу из Украины. Олег Решетняк, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Подозрение лично в руки вручил сегодня судье высшего хозяйственного суда Виктору Швецу генпрокурор Юрий Луценко. Произошло это в первый день выхода судьи на работу после больничного. Швеца подозревают в частности в завладении обманным путем чужим имуществом в особо крупных размерах. А еще в искажении доказательств обвинения неправдивых показаний. Напомню, судью задержали в марте при получении взятки в сумме 5000 долларов. Но все это время не могли провести с ним следственные действия и вручить уведомления о подозрении, поскольку он находился в больнице. Депутат Александр Онищенко уже официально подозреваемый. Сегодня генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении главному фигуранту газового дела. Об этом рассказал глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. По его словам, теперь Онищенко можно объявить в розыск, в том числе и международный. Холодницкий утверждает, по последней информации, тот находится где-то в России. Антикоррупционный прокурор также сообщил, один из подозреваемых по этому делу согласился сотрудничать со следствием. Это директор так званої товарной биржи, універсальной биржи точнее, через которую фактически проходили миллиарды наших грошей. И через которую фактически давался такий ареол законности действия этих операций с купления и продажа газа. Людина дала корисные для следствия показы и теперь, до вымога КПК, погодилась на співпрацю со следствием. И, в результате, ей была запропонована угода про визнание виноватности, яка была судом затверджена. Напомню, Онищенко обвиняют в махинациях с продажей газа предприятием «Укргаздобыча». Впоследствии государство потеряло около 3 миллиардов гривен. Всего по делу проходят 12 подозреваемых. Десяти уже избрали меру пресечения, два месяца в СИЗО, и суммарный размер залога составляет около 1 миллиарда гривен. Окрича о вопиющих нарушениях со стороны следователей, тем временем заявляют адвокаты одной из подозреваемых по делу Онищенко Екатерины Гарчевой, которую в НАБУ назвали «газовым бухгалтером». Сегодня апелляционный суд Киева отклонил ходатайство детективов НАБУ, требовавших отправить ее в СИЗО, оставив Гарчеву под домашним арестом. В чем именно обвиняют фигурантку этого громкого дела и какие обвинения у адвоката в адрес правоохранителей, далее в сюжете. Апелляционный суд Киева оставил под домашним арестом одну из подозреваемых по газовому делу Екатерину Гарчеву, которую окрестили бухгалтером Онищенко. Она была задержана еще 1 июля, придя в НАБУ, чтобы дать показания. Провела три дня в следственном изоляторе, после чего суд решил отправить ее под домашний арест. Однако следователи потребовали пересмотреть это решение. Есть риск того, что она может впливать на других свидетельств, она может перешкоджаться, повильнювать процесс расследования, имея доступ к тем или иным доказательствам. Чтобы такого не было, детективы просят, естественно, держать под вартою, чтобы изолировать участников подозреваемых в исполнении криминально-коррупционного правопорушения от подальшего вплива на хидроследование. Но вот, по словам ее адвоката Андрея Цыганкова, Гарчева всячески содействует следствию. Однако детективы отказываются принимать у нее показания. Она не может добиться следователя Клименко, который на сегодняшний день не принимает ее, не дает ей возможности давать показания. То есть методика очень простая. Та методика, которая была в 90-е у УБОПа. СИЗО, лишение свободы, лишение нормального питания, лишение нормального человеческого облика. И предложение, вот мы выдумали, вы это говорите, что оно так и было. И общество это должно устраивать. Екатерину Гарчеву, одну из 12 задержанных по делу Онищенко, обвиняя в том, что она якобы вела бухгалтерский учет сделок по купле-продаже газа. Ей роль была в том, что она вела бухгалтерский облик фиктивных предприятий, через которые эта схема коррупционного распространения бюджетных денег действовала. То есть, в общем, она подавала податковую збитность от фиктивных компаний, вела бухгалтерский облик, была так называемым главным бухгалтером всех фиктивных компаний, которые брали участь как посередники в данной коррупционной схеме. Сама подозреваемая все обвинения отрицает. Говорит с фигурантами, дело незнакомо и обвиняет следователей в том, что они якобы пытаются заставить ее дать ложные показания. Предлагается согласиться, подписаться под вещами, которых я никогда не касалась, признать знакомство с людьми, которых я никогда не знала и которые не подозревают обо мне. И, собственно, вещи, которые я не делала, да, что как бы надо признать, что я их делала. Им прекрасно известно, что я мать-одиночка, я 8 лет воспитываю ребенка сама, без получения каких-либо алиментов. У меня нет какого-либо движимого, недвижимого имущества, у меня нет счетов, сейфов. У них была объективная возможность это все проверить. В присутствии моих адвокатов, там где-то в фойе, они говорят о том, что да, мы прекрасно понимаем, что нет у вас и не было никаких миллионов, что не знакомы вы с Анищенко, что никаких счетов предприятий вы не касались. Есть варианты, либо вы сейчас нормальные даете показания, либо же все равно как бы должны быть какие-то козлы отпущения. Это говорилось прямым текстом. Адвокаты уверены, суд станет на их сторону, ведь доказательств, по их словам, у прокуратуры нет. Даже прокурор в суде, в первой инстанции, когда мы рассматривали меру пресечения, он не мог объяснить, как она осуществляла это маскирование, как это происходило и чем это подтверждается, какие она программы использовала и так дальше. Адвокаты говорят, что уже подали жалобы на действия детектива в руководству НАБУ и антикоррупционной прокуратуры. Теперь ждут ответа. Если его не будет, обещают обратиться в другие инстанции. Алексей Пшемызкий, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Генпрокуратура будет расследовать действия НАБУ и судьи Соломенского райсюда столицы в деле по Одесскому припортовому. Об этом сегодня на своей странице в Фейсбуке сообщил адвокат, взятого под стражу одного из топ-менеджеров ОПЗ Сергея Переломы Игорь Черезов. Защита пожаловалась в ГПУ на сговор детективов с судьей. Последний, якобы под давлением, говорится в сообщении, вынес незаконное решение об аресте управленцев завода. Переломы и замглавы Одесского припортового Николая Щурикова. Генпрокуратура, по словам адвоката, начала досудебное расследование. Судья не смог описать в своем судебном решении хоть сколь значимое обоснование заключения нашего клиента под стражу и хоть как-то обосновать размер залога. В Генпрокуратуре мы ждем привлечения к ответственности лиц виновных в давлении на суд. В Генпрокуратуре мы безусловно ждем уголовного производства. Как минимум на начальной стадии распространения этого судья. Генпрокуратура, по словам адвокатов, заявок про то, что с боку НАБУ чинився какой-то список на суддю Макуху, они безпредставлены. С приводом открытия проведения Генпрокуратурой на разы мы не отримали данных про то, что Генпрокуратура это проведение зарегистрировала в ЕРДР. Щойно такие видимости станут нам известны. Тогда мы сможем уже говорить и комментировать по сути. Напомню, Перелому и Щурикова две недели назад задержали по делу о растрате средств ОПЗ. Якобы в мае прошлого года они закупили для предприятия газ по завышенным ценам. Тем самым нанесли урон госбюджету на 250 миллионов гривен. Сейчас оба находятся в СИЗО. Выйти на свободу могут, оплатив залог в 80 и 40 миллионов гривен соответственно. Адвокаты уверены, дела против их подзащитных сфабрикованы, чтобы снизить стоимость объекта перед приватизацией. Сотрудницу Кировоградской областной прокуратуры, которая погорела на взятки, все же уволили. Комментировать что-либо журналистам областной прокурор отказался. Сообщил об этом активистам, которые пришли сегодня на очередную акцию протеста. На прошлой неделе общественники уже требовали объяснения от Анатолия Коваленко, но выйти к ним тот отказался. Послал разбираться полицию. Вот сегодня принял двух человек. Им и сообщил, Светлана Клюкина уволена пять дней назад. Напомню, ее задержали еще в январе месяце. За шесть с половиной тысяч долларов Клюкина обещала отозвать апелляцию, в которой прокуратура требовала более жесткого наказания для виновницы ДТП. Несмотря на разразившийся скандал, Светлана Клюкина продолжала работать в областной прокуратуре, как видим, до последних дней. Оружие и боеприпасы постоянно вывозятся из зоны АТО. Такое заявление сделал губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. По его словам, бойцы забирают оружие, уходя на дембель, переправляют по почте или даже умудряются передавать, как посылки через волонтеров. По словам Москаля, сейчас в Украине очень слабый контроль за перемещением оружия. Геннадий Москаль. Статью о том, что оружие из Украины нелегально идет в страны Ближнего Востока, опубликовало агентство Reuters. По его данным, в Ираке, Сирии и Ливии особой популярностью пользуются автоматы Калашникова. Их купить легко, считает британский эксперт по оргпреступности на постсоветском пространстве Марк Галлиотти. Более тяжелое вооружение транспортируется через порты Одессы, часть идет на юг, через Балканы, рассказал Reuters эксперт. Наши журналисты проводят свое расследование. Действительно ли оружие из зоны АТО продают в страны Ближнего Востока? Материал на эту тему смотрите уже завтра в нашем выпуске. На Мариупольском направлении боевики все чаще используют тяжелое вооружение в связке с дронами-разведчиками. Последние новости с передовой. В материале Руслана Смещука. Текущие сутки на Мариупольском направлении прошли напряженно. Хотя боевики немного снизили количество обстрелов украинских позиций, боевые действия продолжаются вдоль всей линии разграничения. В последнее время под Мариуполем боевики все чаще используют крупнокалиберную артиллерию. Так, во время последнего такого артнолета на позиции в районе поселка Гнутово погибло сразу несколько украинских солдат. После последнего обстрела у нас 4,2 и 1,3 появили парни наши. Были обстрелы 152-х, артиллерия работала. 25 приходов на одну позицию. Влетают беспилотники регулярно, днем, ночью. Поэтому ведут прицельный огонь. Периодически тяжелая артиллерия работает и по Широкино. Ну а орудия меньшего калибра вообще не замолкают. Дашка есть, утесы есть, БЭХа есть. СПГ работа тоже у них. Минометами отработала и пиццей шумок ссала. И все, и текать сразу. Используют тут и более точное управляемое оружие. Периодически на улицах Широкино можно увидеть вот такую проволоку. Она тонкая и очень крепкая. Это провод от противотанковой управляемой ракеты. Такие суда прилетают постоянно. Военные говорят, изменить ситуацию могло бы разрешение на открытие ответного огня из тяжелого вооружения. Но это запрещено минскими договоренностями. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. За нападение на церковь во Франции ответственны доморощенные террористы. Личность одного уже известна. Уже последовали аресты. Наш европейский корреспондент Оксана Кундеренко следит за развитием событий. В Сент-Этьен-Дюрувре тихое утро. У церкви, где накануне произошло нападение, вооруженные полицейские на ступенях цветы и свечи. Все вспоминают пожилого Жака Амеля, священника, которого лишили жизни в храме просто во время мессы. Меня охватил страх. Они поднялись к алтарю, начали что-то бормотать по-арабски. Поставили отца на колени, сказали не двигаться. Он пытался защищаться, но безуспешно. Жестокое убийство делал рук вот этого 19-летнего местного парня. Аделя Кармиша дважды упекали за решетку за попытки выехать в Сирию и присоединиться к бойцам ИГИЛ. Отпустили, надели электронный браслет, но по утрам устройство было отключено, чтобы дать Аделю немного свободы, которой он и воспользовался. Он хвастался, что хотел поехать воевать за джихад. Мы пытались его урезонить, но каждый раз он отвечал какими-то строками из Корана. Говорил всем, вы должны поехать туда, бороться рядом с братьями. Что Франция это страна эритиков и жить тут бессмысленно. Как после истерии атак жить здесь в безопасности на экстренном заседании решают чиновники высшего ранга и представители спецслужб. Их собрал в Елисейском дворце президент Алан. Вся наша энергия президента, премьера и всех политиков должна быть направлена против терроризма. Мы не можем погрязнуть в полемике, ведь противостоим реальной угрозе. Религиозные лидеры всех конфессий сегодня тоже на встрече с президентом. Атака их шокировала и поэтому они попросили у главы государства защиты. По результатам собрания решили, меры безопасности в церквях, мечетях, монастырях и других религиозных институциях по всей стране будут усилены. Я хочу сказать от имени всех мусульман Франции, которые скорбят вместе со мной, что нападение на церковь это ужасный грех. Такое нельзя делать во имя ислама и мы все это осуждаем. Оба террориста, захватившие храм, в Нормандии убиты. Имя второго пока не разглашают. Известно, что во время рейда арестован и третий подельник, 16-летний школьник. Франция в состоянии повышенной тревоги и пытается избежать новых атак. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Новое ЧП в Германии. Несколько часов назад взрыв прогремел возле миграционного центра в баварском городе Циндер. Взорвался чемодан, наполненный газовыми баллончиками. По предварительным данным, никто не пострадал. А в Людвигсбурге арестован подросток, который хотел повторить атаку мюнхенского стрелка. Дома у школьника нашли оружие и патроны. Полиция сейчас проводит расследование. И новые подробности последних немецких терактов. Почему Ангела Меркель срочно возвращается в Берлин из отпуска? И как Германия планирует ужесточить миграционное законодательство? Татьяна Лагунова подробнее. Ангела Меркель прерывает отпуск и срочно возвращается в Берлин. Уже завтра канцлер даст большую пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов. Главная тема понятна. Это серия атак, которая произошла в Германии в последние дни. Немецкие политики, как оппоненты, так и сторонники канцлера, требуют ужесточить миграционное законодательство. Преступников нужно лишать статуса беженца. Каждый, кто ищет защиту в нашей стране, должен соблюдать наши законы. Кто этого не делает, должен покинуть Германию, даже если совершил мелкие правонарушения. Отдельная тема усиления безопасности не только в столице или крупных городах, а по сути везде. Атаки в Германии показали, в зоне риска может оказаться даже маленький городок или деревня. Исламский терроризм пришел в Германию, и люди вправе ожидать, что мы справимся с этим вызовом. Каждый день появляется и новая информация о преступниках, которые совершили атаки. Сегодня, например, стало известно, что смертник, который подорвал себя на музыкальном фестивале в Ансбахе, до прибытия в Германию воевал в рядах ИГИЛ в Сирии. Якобы за несколько дней до атаки полиция обыскивала его комнату в приюте и проглядела взрывчатку. О школьнике ранского происхождения, который открыл стрельбу в торговом центре Мюнхена, сообщила полиция, был расистом, ненавидел иностранцев и восхищался Адольфом Гитлером. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Турции продолжается расправа над оппозиционными медиа. В рамках расследования дела о попытке государственного переворота власти выдали ордер на арест еще 47 работников СМИ. Большинство из них бывшие сотрудники газеты «Заман», которую закрыли еще в марте этого года. Издания подозревают в связях с исландским проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США. Два дня назад турецкие СМИ писали об ордерах на арест еще 42 журналистов, 16 из которых на тот момент уже были в заключении. Продолжим подробности и вот что расскажем во второй части выпуска. Харьковских инкассаторов ограбил подполковник СБУ. Об этом сообщили в самой службе безопасности. Их сотрудник был одним из нападавших на инкассаторскую машину в Купянске. Напомню, ограбление произошло 21 июля. Пока инкассаторы заправляли банкоматы, злоумышленники, угрожая пистолетом, выбросили из инкассаторской машины водителя и угнали бусик. В нем было более 4,5 миллионов гривен. Через неделю поисков подозреваемого задержали в Киеве на съемной квартире. У него изъяли боевой пистолет «Вальтер» и 8 патронов. Около 50 тысяч долларов, рубли и гривни. В полиции, говорят, уже установили и его соучастников. Их сейчас разыскивают. В Одессе громкий скандал с участием народного депутата Георгия Лагвинского. Кто кого побил? Пьяный мажор нардепа или нардеп мажора? Все подробности произошедшего далее в материале. Все произошло на этой аллее у входа в ресторан на французском бульваре в Одессе. В ночь на субботу здесь было много посетителей, в том числе и нардеп Георгий Лагвинский. Рассказывает, зачинщиком драки стал некий Александр Семенюта, пасынок влиятельного бизнесмена, экспортера зерна, родом из Днепра. Он был пьяный, грубо приставал к незнакомке. Рассказывает нардеп, когда за девушку вступился, отдыхавший в ресторане гражданин США, сломал иностранцу нос. Лагвинский вызвал полицию. Вследствие этого он переключил свое внимание на народного депутата. Нанес удар народному депутату в область головы. Дальше пьяные друзья Семенюты продолжили драку, утверждает нардеп. В частности, избивали девушку, которая снимала все происходящее на телефон. А сам Семенюта стал угрожать депутату криминальными авторитетами, когда прибыла полиция, попытался скрыться. Начал называть фамилии. Умка, Нарик, еще какие-то там имена. Возможно, думаю, что он с этими людьми даже не закон, но он чувствовал, что он имеет право вести себя таким образом. Поэтому, что даже я как нардеп должен чувствовать себя небезопасно рядом с ним. Тем не менее, на следующий день Семенюту задержали. Суд постановил взять его под стражу как минимум на месяц. Его друзья говорят несправедливо. По их словам, все было не так. Буянили не они, а Лагвинский. И теперь он оказывает давление на правоохранителей, чтобы сделать их друга Александра виноватым. Сам Семенюта уже якобы раскаивается. Он признал, что он поступил немножко неэтично, неразумно. И он признает свою вину, что драка это как бы последняя инстанция. Но зачинщиком драки был не он. Его ударили. Первое абсолютное бесправие, абсолютное сильное давление со стороны Скиева. Депутат Лагвинский все отрицает и в свою очередь утверждает. Сейчас ему звонят политики, депутаты и судьи с просьбой замять скандал. И даже предлагают деньги. Как было на самом деле и кто спровоцировал конфликт, полиция еще устанавливает. Сейчас продолжают опрос свидетелей, чтобы составить объективную картину ночного происшествия. Андрей Анастасов, Наталья Савченко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Прозрачные госзакупки и не менее прозрачные доходы чиновников. Все это обещают в Кабмине. Вот-вот станет реальностью. Об этом, а также о последних кадровых назначениях правительства, расскажет Ирина Романова. С 1 августа в Украине запускают систему электронных госзакупок Прозора. С этого сообщения премьер начинает заседание правительства. С 1 апреля этого года к ней уже подключились первые 500 госорганизаций. За это время провели десятки тысяч тендеров и сэкономили миллионы гривен. Отчитывается замминистра экономики. Мы даже где-то удивлены уровнем средней экономии по закуплениях. Это почти 16%. Это выше, чем было раньше. Но в бочке меда нашлась и ложка дёкся. В марте, перед переходом на новую систему, госчиновники активно ринулись использовать бюджетные деньги. Заключили договоры на 20 миллиардов гривен. В 2,5 раза больше, чем в марте 2015-го. А 20 миллиардов на 15%, которые мы тут побачили в фактической экономии, это 3 миллиарда. Я закликаю отменить и перейти на закупление с 1.08 по Прозоро. Варсен Борисович, я думаю, что вам, вашим службам, нужно обратить на это внимание. Также мы даем доручение ДФИ, разобраться с этим вопросом. Я не радую никому саботировать это. Еще одна новация – электронная декларация доходов для госчиновников. Запускает ее с 15 августа нац.агентство противодействия коррупции. Система протестирована и готова к работе. Осталось организовать мастер-классы для пользователей, говорит руководитель агентства. Мы планируем в 23 областях Украины проводить такие выездные заседания. А на сегодняшний день выездные такие заседания, тренинги были проведены в Генеральной прокуратуре. Наразі записалась и администрация президента, не знаю, чьи кабинет министров записалась на презентацию. А какие индивидуальные тренинги для членов кабинета министров? Это запросил министр молодежи и спорта. Можем такие тренинги сделать в парламенте, для политиков. Но только самое главное, чтобы они не забыли все задекларировать. Что в Украине, что за кордоном, рахунки в 2015 году, чартеры, Мальдивы. И мы увидим, что те, кто всегда кричат про то, что нужно помогать простым людям, на самом деле выявляются сами не очень простыми. Первый тренинг решили провести тут же, не выходя из зала. Один раз заполнивши щоречную декларацию, каждого наступного года вы можете використовувати попередние данные, не перенабираючи их. Настолько надеянно были захищены базы данных, которые передаются в НАЗК. До 15 серпня комплексная система защиту информации на эту систему я побудована. Для полноценной работы агентству сегодня передадут почти три десятка компьютеров, сообщил премьер. И перешел к следующему вопросу кадровому. Я думаю, что уряд поддерживает выполнять обязательства министра охраны здоровья Ульяна Супрун. Надо дать возможность заступнику министра, который будет обеспечиваться реформой охраны здоровья, вынести на ближайшие заседания уряду саму концепцию реформы охраны здоровья в стране. Напомню, в конце прошлой недели Кабмин назначил Ульяну Супрун, бывшую гражданку США, волонтера и директора гуманитарных инициатив мирового конгресса украинцев, заместителем министра здравоохранения. А сегодня она временно возглавила ведомство, которое остается без руководителя еще с апреля. Сразу после назначения правительство утвердило и новый окончательный состав правления Укрзалезнити. Теперь все смотрящие должны немедленно покинуть территорию предприятия. Позже написал на своей странице в фейсбуке министр инфраструктуры Владимир Амелян. Ирина Романова, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Вести мораторий на повышение коммунальных тарифов требуют от Кабмина депутаты Кривого Рога. Подсчитали, если горожане будут оплачивать энергоносители и водоснабжение по новым тарифам, за однокомнатную квартиру им придется выложить почти 1200 гривен, за двухкомнатную – полторы тысячи. Фактически это утвержденный Кабмином действующий прожиточный минимум, заявили депутаты. На сессии горсовета они решили направить правительству обращение. В нем предлагают сначала повысить украинцам зарплаты, ну а уже потом тарифы. Это решение, которое мы сейчас вынесли, это безумовно стоит на защиту интересов криворитцев. И еще раз такой звоночек сделает нашей киевской власти, что нужно как-то враховаться и с жителями Украины. Кульминация международных учений Сибриз. Сегодня на берег высадились американские морские пехотинцы, всего более 200 человек. Десантировались они с корабля Уитби-Айленд на бронемашинах-амфибиях, окутанной плотной дымовой завесой, которая скрывала их от условного противника. С воздуха американцев прикрывали украинские самолеты и вертолеты. Операция выглядела очень зрелищно и масштабно. Напомню, в учениях Сибриз в этом году участвуют 16 стран. На маневры они прислали около 4000 военных и 26 кораблей. Операции отрабатываются в море, на воздухе, на суше и под водой. Завершатся учения уже в субботу. Сегодня мы продемонстрировали сотрудничество между украинскими и американскими военнослужащими. Задание было такое – высадить десант. После этого передислоцироваться к ближайшему мосту и установить блокпосты на нем, чтобы этот мост не смогли захватить повстанцы или террористы. В районе Светлодарской дуги враг накрывает огнем украинских армейцев из боевых машин и пехоты, и гранатометов. Не смолкает и снайперская стрельба. Есть потери среди бойцов. Как защищаются наши на передовой в репортаже Геннадия Вивденко. От такой шальной пули за последние сутки в этом районе погиб украинский боец. Прошлую ночь в окопах снова пережили под обстрелами из гранатометов и БМП. До врага 500 метров. С той стороны время от времени слышны взрывы. Чем-то тяжелым так стреляли, что... Не подрывали. Подрывали, да. Делываются и укрепляются. Грунт поганый. Степь – идеальная местность для снайперов. Донимают круглосуточно. Ну, его тяжко выкупать. Он такой схаванный, что так дороги. Мы пытаемся. То нелегко было. Вот его зовут Вася, а там далее по траншеи есть еще и Миша. Это такие специальные бойцы 54-й механизированной бригады. Приняты на службу для того, чтобы злить вражеских снайперов. Приходится и так воевать. На днях попытались установить им побратима. Не получилось. По ночи сразу снайпер ему две пули в голову выпустил. Ну, я так думаю, что нас очень хорошо подъявляются. Оружие номер один – автоматический гранатомет. С их помощью и приходится отбиваться. Уже все пристреляно. И я. Как же не скажут, кошмарят, они нас. Кошмарят. Но мы отвечаем только теми способами, которые у нас есть. Сейчас молодое поколение, в чему, которое пришло до нас. Вот. Ну, получается. Уже несколько дней враг не атакует пехотными группами, но и обстреливать не прекращает. Знаете, интересно, выходишь, дивишься на них, просто бачишь, дивляться так само на тебя. И может, привет помахать. Геннадий Вивденко, Александр Данилов, Анатолий Воробей. Подробности из Донецкой области. Десятые сутки продолжаются столкновения на улицах Еревана. Сегодня ситуация получила развитие. Захватившие здание райотдела полиции выступили с новыми требованиями. Какими и как на все это отреагировала власть, подробнее Данил Русаков. Дереванские мятежники и республиканская власть Армении вступили в очередную конфронтацию. Не могут определиться с судьбой врачей, пребывающих вот уже почти сутки в захваченном отделении МВД. Туда они приехали по требованию мятежников, чтобы оказать помощь раненым после очередных перестрелок в ночь на среду. Напомню, тогда два человека были ранены. Среди пострадавших один полицейский, а также член группировки Павел Манукян. Как только медики приехали, их якобы захватили в плен. Сегодня в Минздраве озвучили имена этих четверых. Ближе ко второй половине дня представители власти рассказали, мятежники требуют сменить этих докторов на других. В понимании официального Еревана все они находятся в заложниках. Но мятежники считают такую трактовку в корне неверной и заявляют, медперсонал силой они якобы не удерживают. Обещают отпустить, как только власти выполнят очередные требования. Ситуация в армянской столице накаляется последние 10 дней. И отступать, похоже, никто не собирается. В поддержку захватчиков на улицах почти каждый день собираются многотысячные акции. Президента Сержа Сарксяна вынуждает капитулировать и передать всю власть учредительному парламенту. Совет национальной безопасности, в свою очередь, призывает оппонентов сложить оружие и разойтись. Мятежникам обещают амнистию, однако параллельно продолжают арестовывать участников уличных волнений. Им инкриминируют участие в массовых беспорядках. Пока же улицы вокруг захваченного райодела полиции остаются заблокированными. Периодически в окрестностях здания открывают стрельбу. Количество пострадавших увеличивается с каждым днем. Точное их число неизвестно. По разным данным речь идет как минимум о нескольких десятках человек. Примерно 30. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро телеканала Интер. Хилари Клинтон все же стала первой в истории женщиной-кандидатом в президенты США. Демократическая партия уже официально номинировала ее на этот пост. Подробности давайте узнаем у нашего сапкора в Америке Юлии Мендель. После первого президента афроамериканца демократы идут дальше. И впервые в американской истории выдвигают на пост главы США женщину. Хилари Клинтон официально стала кандидатом в президенты. Для этого ей нужно было собрать минимум 2382 голоса. Впрочем, она получила больше. Около 3000. Избиратели почти каждого штата предпочли ее, а не конкурента по партии. Мы с гордостью отдаем наши 25 голосов от Южной Дакоты. 10 пойдут Берни Сандерсу, который всех нас вдохновил. А 15 мы отдадим 45-му президенту США. И первой, кого будем называть госпожа президент, Хилари Родден Клинтон. Интригу держал штат Вермонт, который представляет другой кандидата демократов Берни Сандерс. Когда пришла очередь делегатов Вермонта отдавать голоса, они уклонились от ответа и попросили быть последними. В результате поддержали Сандерса. Но тот не растерялся, взял слово и лично передал все голоса Хилари Родден Клинтон. Зал взорвался овациями. Я отдаю все голоса Хилари Родден Клинтон, которая будет избрана кандидатом в президенты США от демократической партии. Правда, после своего выступления Сандерс и все делегаты Вермонта демонстративно покинули зал. Но больше всего эмоций вызвало выступление Билла Клинтона. В интернете уже шутят. На его суфлёре была только одна строка. Дорогой, не подведи. Твоя Хилари. Билл Клинтон рассказал всю жизненную историю, как супруга дважды отказывалась принимать его предложение руки и сердца, и как он был счастлив в рождении дочери, показав американцам образ обычной женщины, собравшей лучшие добродетели. Один из кандидатов на этих выборах настоящий, другой придуманный. Друзья, вы просто должны решить, кто из них какой. Настоящий кандидат еще до своего 30-летия изменила в лучшую сторону больше, чем большинство чиновников за всю свою жизнь. Она делает жизнь лучше. Это ее сущность. Я очень счастлива. Это были прекрасный день и прекрасная ночь. Это огромная честь, которой меня удостоили. На конвенции много внимания уделили латиноамериканскому электорату, защите прав женщин, темнокожих и людей с физическими ограничениями. Теперь Хиллари предстоит настоящая президентская гонка, где ее оппонентом будет кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Один на один до ноября, когда и состоятся выборы президента США. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Папа Римский Франциск прибыл в Польшу. Понтифик – почетный гость католического съезда. Сразу после приземления в аэропорту Франциска принимал президент Польши Анджей Дуда. Глава католической церкви призвал поляков протянуть руку помощи мигрантам, ведь Варшава пока противится плану Брюсселя принимать определенное количество беженцев на своей территории. Я призываю вас приветствовать тех, кто покидает свои дома из-за войны и голода, и проявить солидарность с теми, кто лишен основополагающих прав, включая право на свободу и безопасность. Уникальное природное явление в Южно-Китайском море, и где построят самые высокие американские горки в мире. Об этом и не только. Узнайте из нашего короткого обзора международных новостей. Огромную подводную пещеру обнаружили ученые в Южно-Китайском море. Вертикальная впадина – карстовая воронка, заполненная водой. Ее уже прозвали самой глубокой голубой дырой в мире – около 300 метров. Раньше такой считали дыру Дину на Багамах, но ее глубина не более 200 метров. Такие карстовые воронки сформировались во время ледникового периода, объясняют китайские ученые. Британцы подшутили над мужчиной, который пришел на крикет и уснул. Сидящих это возмутило, и они начали откровенно издеваться над ним. Поставили на голову одноразовый стакан, на него положили тарелку, а сверху еще и журнал, который облили каким-то соусом и накрыли шапочкой. При этом мужчина так и не проснулся, несмотря на выстроенную башню на голове. Присутствующие настолько увлеклись, что забыли о матче крикета и делали селфи на фоне спящего. В американском городе Орландо появятся самые высокие горки в мире. Пощекотать нервы на таком аттракционе смогут самые отчаянные экстремалы. Горки представляют собой башню высотой 173 метра, обвитую рельсами. Скорость вагонеток, которые будут вести посетителей, сможет достигать 105 километров в час. Захватывающее путешествие в 1600 метров займет около трех минут. Открытие запланировано на 2018 год. Купить ламборгини для перевозки козлят. Как бы странно это ни звучало, но для австралийцев это в порядке вещей. Водитель Джозеф Кринити заснял видео, на котором рассекает спорткар с козлятами. Животные едут в прицепе клетки, спокойно развалившись на сене и подставляя морды ветерку. Модель ламборгини Мурсиелага, которая катает животных, стоит от 500 до 900 тысяч долларов. Африканский юноша спел песню Селин Дион, и теперь у него нет отбоя от музыкальных продюсеров. 17-летний житель Габона по имени Самюэль исполнил трек «The Power of Love». Его друг снял все на телефон и отправил знакомому блогеру. Тот выложил видео в соцсети, теперь парню наперебой пишут продюсеры и предлагают помочь с музыкальной карьерой. Ролик набрал в интернете более двух миллионов просмотров. Все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok